Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео я хочу поговорить об Индии немножко и вспомнить какие-то смешные моменты. Вообще, я в Индии повеселился. Но единственное, и вот не делайте одну ошибку, которую я допустил, это я поехал зимой на север Индии, там холодно. Да, днем там 24 градуса, но ночью очень холодно. Я вот как раз и простудился там. А в пустыне вообще там страшный холод. Вот, и так что не делайте такой ошибки. Там есть сезоны, когда надо ехать на север и на юг. Поэтому вот сейчас зимой лучше всего поехать на юг. Как раз. Но это веселая страна. И все меня там веселило, потому что все было необычно. Ну, например, там можно легко попасть в гости. Двери открыты. И вот однажды я как раз так вот оказался в гостях. Конечно, принесли мне чай, масала чай. И вот я сижу пью его. Горячий чай я пью. И вдруг ручка отваливается от чашки. И эта чашка падает мне на брюки. Все выливается. Вот. Ну, весело же. Весело. Весело. Всем весело. Вот. Ну, вот такое качество чашек. Конечно, изменились мои представления о вот этой кастовой системе. У меня были свои какие-то представления. Но я увидел, что это на самом деле собой представляет. И я увидел броминов. Я с ними общался. Я подвергался их, так сказать, воздействию. Но я убедился в том, что это люди невежественные и алчные. Я убедил, что религия – это бизнес большой. Ну, вот. Значит, вот эти традиционные ценности. Дальше. Если вы будете в Индии, то обязательно надо побывать на индийской свадьбе. Индийская свадьба. Ну, кто может себе позволить свадьбу? Богатые люди. А богатые люди выбирают себе красивых женщин. Поэтому только на индийской свадьбе вы увидите большое количество красивых женщин. В золоте. Разодетых. Все это очень здорово, прекрасно, красиво. Плюс попробуйте еду. Индийскую. Очень и очень вкусную. Вот три дня свадьбы. Три дня. И каждый раз это было новое, новые блюда какие-то. И очень все вкусно было. И вот эти десерты, десерты национальные, и мясо, и в общем все гастрономические изыски. Вот это качество еды. Так что нужно побывать и посмотреть на индийской свадьбе. Обязательно надо побывать. Это такой опыт жизненный очень ценный. Как они подарки дарят, как выглядят, как они одеваются. Нарядно какие все красивые и все в золоте. И у нас это, конечно, не принято в нашей культуре столько золота носить. Но, в принципе, это очень красиво. Колье, кольца, браслеты, серьги и вот разные такие украшения в ушах. И так далее. Мне это безумно. Все это безумно нравится. И все это чистое золото. 22 карата. Ну, вот почти 24. На людей посмотреть приятно. Тоже. Можно увидеть очень много таких харизматичных людей. Харизматичных. И мужчин, и женщин. Красивых людей много. Тоже радует. Ну, еще весело видеть их схемы. Схемы такие вот. Обмана. Схемы. Как они завлекают клиентов. Индия. Да, конечно, север Индии славится своими достопримечательностями. Ну, один Раджастан чего стоит. Вот эти форты, которые я посетил. Дворцы. Храмы. И храмы, конечно, вот Галтаджи. Самый смешной храм. Я тут вчера пересматривал свое видео, которое я там снимал в храме обезьян. Но я посмеялся еще раз над этим. То есть я вот в храм. Ну, у нас же какие представления о храмах? Храм – это особая атмосфера. Чего-то такого сакрального, священного. И какой-то чистоты. Правильно? Умиротворение. Вот я зашел в Галтаджи. Храм Ханумана. Что я там увидел? Ну, сразу же трахающиеся обезьянки. Потом люди, творящие какую-то молитву в грязи. Полной грязи. Потом эти женское нижнее белье на проволоке развешанное. Ну, как развешанное? Это вот обезьяны развесили. Они его украли. Женщины-поломницы дошли до этого храма. Разделись, чтобы помыться. Обезьяны утащили у них трусы. Все это смешно. Коровы, которые ходят везде и всюду. Грязь. Но смешно. Вот это все вызывает. И сами паломницы веселые тоже. Все улыбаются. Все смеются. Потом. Вот. В принципе, везде мне были рады. Особенно, когда в гости приглашают. И для индийца гость – это посланник Бога. Вот. Очень интересно. Очень интересное отношение. И вот разные такие истории, нюансы, допустим, святые места. Я там очень много святых мест посетил. Очень много. Для одной поездки. Это и Агра, и Фатихпур Сикри, и, конечно, в Джайпуре много таких мест. И Пушкар, знаменитый храм Брамы, создателя Вселенной. Там все священное. Храм священный. Озеро священное. Корова священная, обезьяна священная, кокос и то священное. Индийское правительство придумало рекламу мусорных баков, призывая людей бросать мусор в баки, и назвала их, эти баки, священными тоже. Но, между прочим, вот в Джайпуре я не видел ни одного священного бака, ни одного священного контейнера. Нет их просто там. Очень странно, да? А почему так? Интересный вопрос. Можно было бы задать. У меня есть ответ, но чем они руководствуются власти, почему они не устанавливают такие баки? Очень интересно. Так что некуда и мусор выбрасывать, получается, да? Вот. Интересно, весело, весело все. Когда мне в номер принесли хлеб с яйцом обжаренный, и грязные столовые приборы, на которых вот толстый-толстый слой жира и пыли, было весело, очень. Мне было весело, конечно. Но парнишка принес это с такой радостью, с таким вот счастьем просто, что он может вот обслужить. Но это, конечно, этим есть невозможно. Или, например, когда в отеле нужно было... Там не было вешалки после ремонта еще. И вот вешалку забыли. Или, может быть, и не хотели. Прибивать. Я попросил это сделать. Принесли, значит, пришел вот опять же парнишка. С гвоздем какой-то железякой и стал забивать вот этой железякой гвоздь в каменную стену. Что невозможно. Но он продержался на штукатурке немножко и упал. Разве это не смешно? Ну, это смешно. Тоже смешно. И вот такого много. Просто вот такого головотяпства, дурошлепства. Очень много. И это все веселит. Кстати, сны. Вот сны, которые мне снились после Индии. Когда я вернулся сюда, в Европу, уже... Значит, то, что меня окружает очень много людей. Толпа людей окружает. Вот это мне снилось. Там очень много народу. Люди везде. Даже вот едешь по хайвею. И люди. Люди кругом. Кто-то даже пешком идет. Хотя там ничего вокруг нет. А человек идет пешком. Вот. Значит, вот Индия вот в этом плане. И историческом, культурном. И интересно. И в плане веселухи. Если вы хотите так вот весело провести время. То вам выйдет. И, конечно, их верование тоже очень странное. Но вот люди в это верят. Допустим, в гостинице. Там боги в гостинице. Но вот изображение богов. В одной, другой. И... Тоже все это необычно. Вот. И у всех улыбки на лицах. Все улыбаются. Так что у меня это тоже. Эти улыбочки. Да. Запечатлелись. В памяти. Вот. Я уже скучаю по Индии. Вот поэтому, знаете, по этой какой-то беззаботности их. Вот. Беззаботности. Пофигизму. Какой-то природности. Вот. Дети природы. Дети природы. И... По этому несоответствию. Вот. Нашим стандартам в жизни. Нашим привычкам. Ну... И по общительности, конечно. Потому, что там все очень общительные. Все те, кто знают английский язык, готовы общаться. А многие не знают английского. Так что с ними не поговоришь особенно. Вот. И, конечно, Индия – это рай для людей с шизотипическим расстройством. Потому, что там можно себя вести как угодно. Тебе... На тебя никто не посмотрит косо. Наоборот. Любое отклонение там от того, что мы считаем нормой, там считается каким-то знаком свыше. Чем-то божественным. И вот Аскет, допустим, живет там, да? Недалеко от храма обезьян. Вот он живет в таких условиях. Ну... Он считается святым человеком. И... Это тоже смешно, конечно. Со стороны... Но если я себя представил на его месте, ну... Это было очень смешно. Вот. Когда он сказал мне, что это твой дом. Вот. Ты сюда пришел, это твой дом. Живи здесь. Ну... Вот так вот. То есть... Понятно, что у людей расстройство. Но вот... Такого много там. Много. Или корова с... У которой из холки выросла копытца. Да? Вот. Мутация такая произошла. Что человек ходит с ней, дед ходит с ней и клянчит деньги. О, смотри корова какая. Давай деньги. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот. То есть, все такое нестандартное, скажем так, там обожествляется. Вот. Поэтому рай для шизиков. Там, в принципе, можно спать на улице. Никто тебе ничего не скажет. Да? Вести себя как угодно. Быть странным. Там все такие. Ну, все странные. Вот. Но разве это не странно поклоняться обезьянам и слонам? Да? Или там вот каким-то еще существам. Вот эта набожность, набожность, как раз она, там ее так много, этой набожности. Так много там храмов этих верующих. И что вот эта странность, она, ну, считается чем-то само собой разумеющимся. Вот, рай для шизиков и рай для экстравертов, те, кто хочет общаться, тоже много народу, общения очень много. Там вас, там вы не останетесь в одиночестве. Поэтому, да, страна несчастная, но держится на том, бедная, но держится на том, что есть люди вокруг. И можно прийти, поговорить, пообщаться. Вот. Хотя бы так, да. У нас, да, и я не видел там пьющих людей. Не видел. Наверное, они есть там, потому что там есть, там продается вино. Но, то, что там люди, допустим, жуют табак и приходят в такое, ну, это наркотик легальный, приходят в такое определенное состояние. Ну, это есть, кстати, этот наркотик рак вызывает, но вот общение, это очень важно, и оно там, и его там много, люди там кругом. Я, вот, когда я только прилетел в Нью-Дели, и вот я там оказался в Дьюти-Фри, там столько народу было в Дьюти-Фри. Это необычно для меня было. Необычно. И вот, там пять человек стоит, и пять человек меня готовы обслужить. Вот. Может быть, это их спасает от такой депрессии, что люди рядом есть. У нас тут с этим плохо. Потому что человеку нужен человек, правильно? И как раз в депрессии, там больше всего и нужен другой человек, с которым можно поговорить и выговориться, который тебя выслушает, поддержит тебя. У нас с этим трудности. С поддержкой, да? С тем, чтобы кто-то выслушал. Вот. Поэтому люди вот в себе замыкаются. И думают, что они одинокие. Вот если вы думаете, что вы одинокие, вам в Индию. И отношение к мужчинам очень мне понравилось тоже. Отношение к мужчинам со стороны женщин. Ну, во-первых, во-первых, конечно, богатый мужчина старым не бывает. Вот. А во-вторых, что там? Ну, а особенно, если и вот относишься хорошо к людям, это везде ценится. И вот. Это везде приветствуется. Так что там особенно ценится, вот, хороший человек, плохой человек. Да? И... Это имеет огромное значение. Какой ты человек, хороший или плохой? Добрый или злой? Ну, что ж. Вот это я хотел сказать. Поделиться с вами своими впечатлениями об Индии. И я... Я скучаю по Индии. Мне... Мне бы хотелось снова туда поехать. Посмотреть больше мест. Но, видимо, не сейчас. Потому что... То, что там можно смотреть, это нужно ехать весной. Вот. Но весна не за горами, между прочим. Да? Вот. А зимой это Гоа. Вот. У меня тут знакомые едут в Гоа. Скоро. Так что... Там можно отдохнуть хорошо. Набраться сил. Погреться. На солнышке. Искупаться. В тёплом море. Так что... Поесть фруктов. Всё это очень здорово. Продолжение следует... Продолжение следует...